Всем привет, а с вами Скеттла, и это мнение о новом сезоне Ниндзяга, а точнее наборов летнего периода. Что ж, давайте посмотрим. Блин, сижу, мне друг, он также ютубер, на его канал я оставлю ссылку в описании, потому что, блин, если бы не он, я бы не узнал, что вышли, он прям снабжает мне информацией по новому сезону. Что ж, давайте посмотрим. Первый набор это самолет Зейна, как я вижу. Так, и, во-первых, хочу подметить дизайн коробки. Это что? Ой, драконы, это очень классно. Так, смотрим, мини-фигурки. У нас заклинатель черепов, Зейн и дракон Кай. Какая офигенная броня, точнее маска и все такое. Ах, капец. Так, ну, самолет на самом деле такое себе. Ну, Кай офигенный. Так, заклинатель черепов, смотрим. О, да, как в чиме были. Мечи, в которые еще вставлялись лазерные штуки. Только здесь, наоборот, кристальный такой прозрачный, это основа, и в него вставляется, наверное, какой-либо из оружия ниндзя. В данном случае коса. Еще клинок кристальный, тоже офигенный броня для крыльев, понятно. И само тело классно выглядит. Если сам заклинатель черепов был в зеленых тонах, то этот фиолетовых. Ладно. Что ж, набор крутой. Не знаю, стоит ли заклинать черепов того, но посмотрим. Как повезет, так сказать. Потому что я нацелен на эту линейку реально купить по максимуму. Дальше. Дальше самого большого. Это, видимо, храм. Да. Храм кристального короля. Так, вниз. Начну с мини-фигурок. Зейн. Джей. Кай. Ко. А, ну все наши основные ниндзя. Че за... Че за... Это что? Че за дракон какой-то? Нифига себе, какой король крутой. Маска Они. Так, значит, смотрим. Сама постройка хрень какая-то полная. У Зейна меч. Плюс с реки на его, да. Потом вижу еще кристальный меч. Большие кристальные детали крутые. Еще кристальный меч. Так, у Кай обычный. Ну, у всех они не завидуют по обычному оружию. Там еще коса. А, нет, вот меч и нунчаки. Все оружие, все оружие, ясно. Офигенный кристальный воин. Но он еще и полупрозрачный. Блин, очень его хочу. Мини-дракошка летает. Кристалл на цепи. А, вот эта постройка справа прямо на цепях будет висеть, как некоторые в самоделках делают. Это очень круто. Ну и сам король сидит. У него четыре руки. Блин, не может быть это Гармадон. Хотя, кажется, что это будет оверлорд. Лучше бы качественную детальку посмотреть, но она переплетается с золотой броней. Вполне возможно. Что ж, блин, этот набор ради дракона. Если вот этого, мини-фигурки этого непонятного дракона-челика не будет, то, блин, храм, конечно, придется покупать. Но я надеюсь, что будет. Имя бы его прочесть. Но там что-то длинное, но какое-то непонятное. Так. Мех самурай. А, мех НИИ. Что? Серьезно? НИИ самурай-икс мех. А, возможно, это знаете для чего? Она ведь вода. И это, типа, нужно для того, чтобы она могла хоть какую-то форму принять. Вот. Значит, смотрим опять по мини-фигуркам. Механик в кристаллической броне. Снова вот этот дракон кристальный. Пайтер. Ух, классно. Так. О, НИИ какой-то. Ну, это Гармадон. Да-да-да, это Гармадон. Нельсон? Так вроде фиолетового ниндзя звали. Джей. Сенсей Ву в броне. И... Ния? Что? Чего? Ну, ладно. Так, Нельсон с крутыми голубыми мечами. И вообще у него прикольный костюмчик. Мне нравится. Джей. Джей тоже классный. Гид Пайтер. Пайтер. Конечно, не очень идет ему вот это серебряное тело именно. Переплетается его телом. Но сам он выглядит круто. И во лбу у него этот кристалл. Блин. Неужели он будет им управлять их волей? То есть они будут это делать не сами? Ну, не знаю. Механик тоже классно выглядит. А это первый меч в Глоке Механик? Или он уже встречался? Не помню. Ну, ладно. Гармадон интересный. Его универсия, так сказать. Мастер Вуд. Тоже прикольно. Необычная его эта форма. Снова этот мини-фигурка вот этого вот кристального дракона. Какой-то. Тоже видно кристальные дракоши побольше. С головой вообще что-то непонятно. Но выглядит интересно. И мех. Мех. Мне не особо нравится его такая цветастость. Но выглядит классно. И, блин, на нее не посмотрите. Это внутри меха, видимо, да? Ну, видимо, да. Офигеть. Офигеть. Мне нравится этот набор. Дальше у нас... А, Джуниор. Храм дракона. А, ну это еще, видимо, со старым связано. Вот эти старые змеи. Блин, жаль, что одинаковые. Можно было так и что купить. И непонятный дракой Каи Ни, соединенный в одного. Ну, ладно. О, боже. Кристальный король. Ага. Харуми. Две мини-фигурки дракона. Кристальный король. И Ллойд. Ллойд, значит, у нас... Ну, неплохо выглядит. Харуми. Ну, то же самое. Просто в этой броне. И с крутыми прозрачными фиолетовыми мечами. Ха-ха-ха. Боже. Те, кто смотрит мой ютуб-канал, давно знают то, что у меня была давно тема связана с кристаллами. Тем более фиолетовыми кристаллами. Тем более с ниндзяга. А тут, бац, они выкатывают целый сезон на этом. Они точно смотрят мой канал. Точно смотрят. Значит, этот мех у нас выполнен как кентавр. Капсула. Ну, блин. На самом деле, от этого меха я ждал большего. Точнее, это, наверное, не мех. Это, наверное, форма такая. Короля этого кристального. Но на самом деле всё равно выглядит прикольно. Надо вживую посмотреть. Вот. Дальше. Золотой ультадракон Ллойда. Минифигурки. Три дракона кристальных. Король. Все ниндзя. И... Они Ллойд! Они Ллойд, серьёзно? Да ладно! Ну, возможно, это дракон? Нет, в Ллойде же есть кровь Они. Офигеть! Это... Со времён... Не знаю, какой мне прям сезон так нравился. Сезон, который прям весь хотел купить. Это реально только первый. Со серпентинами. Вот этого, двенадцатого года. Ну, первый по цифре. И второй по выходу. Потом, наверное, про призраков было интересно. Ну, вот чтобы я всё хотел собрать. Вы посмотрите, эти кристальные минифигурки злодеев, драконов крутые. Сами наборы классные. Так, у нас... Ниндзя в прикольных костюмах. Мне вот у Коула очень нравится костюм. Снова король с четырьмя руками. И опять всем оружием на троне сидит. И дракон выглядит интересно. Он реально по структуре похож на того ульта дракона. Но, во-первых, головы новые. Очень крутые причём. И вкупе с этим Ллойдом это выйдет просто невероятно. Этот набор я точно хочу. Тем более, моя любовь к драконам. Так. Коул с драконами... Короче, тачка... Дракония тачка Коула. Вот. О, нифига, какое качество хорошее. У нас есть опять мифигурка вот этого кристального дракоши. Асфиры! Блэк Асфира! Йоу! Блин, эта Асфира крутая. Но, наверное, учитывая то, что она может вот так вот поглощать стихи, возможно, она кристаллы из себя поглощает. Но это, короче, очень круто выглядит. Этот набор, наверное, больше хочу... Стоп. Опять Кай. Стоп. Или там был Коул с Зейном. Да. Я тупой. Там был Коул с Зейном. Сорян. Он просто выглядел как лава. Да-да-да. Вот Кай. Ну, Кай, кстати, похуже, на самом деле. Вот Коул прям идеально в драконии форме выглядит. Значит, Кай в драконии. Коул Асфир и этот дракош. Очень круто. Сама тачка. Кстати, прикольно выглядит. У Коула, в принципе, всегда был прикольный транспорт. Так. И здесь можно имя. Генерал Асфира. А, тут что написано? Вен-Ди... Вен-Ди... Вен-Ди-Стоун... Ва... Боже, что это слово? Гауте. Вауте. Ну, короче, кто-то из Мистикамня созданный. А, ну, конечно, в Ниндзе не могли с ними нормально сражаться. Логично. Так. Джей Го... Мотоцикл Джея. Джей тоже круто выглядит. Мне нравится. Блин, у них такие крутые формы. И краски здесь. Этот дракон. С паучком еще каким-то. А, вот. Тут получше написано. Вен-Ди-Стоун. Ва... Вару... 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 И так как лучший вариант получить мини-фигурку этого дракона. Да и крутого Джея. Как вариант. Вот его я точно куплю сто процентов. Не считая больших наборов. Так. Ээээ... Райдер золотого дракона. Здесь у нас... Опять три дракона вот этих кристальных. Мистер Ис. Офигенно! шлемом, это чё такое? Офигеть! Да он ещё и так выглядит с этим фиолетовой бронёй! Я обожаю их! О, господи! Ну, наконец-то! Почему нельзя все сезоны делать такими эпичными? Какой-то непонятный транспорт Кая, ещё и Скайлер, прикольно, и... Кхе-кхе! 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 Это что за Зейн? Этот набор и тот же, я его должен купить. Ради Зейна, мистера И. Ради Зейна, вы посмотрите... Зейн мой лучший, самый любимый ниндзя. Вы посмотрите на него, это просто... Это эпик! Самый верх, предел Зейна! Офигеть! Невероятно! И пока что это последний набор, получается... Что ж... Это было невероятно! У меня на самом деле как-то даже и слов нету, потому что... Вау! Ой, ладно, сорян, короче, тут ещё пару фоточек. Так, значит, смотрим, у нас тут... Ну, Лойда особо нечего смотреть, Харуми. Ну, интересные. Кристальные вот эти драконы. Во-первых, офигенная броня. Офигенная их структура, принты. Вот. И... Вот он, Кристальный Король. Да! Символ Оверлорда и его броня, вот эти вот... Рёбра его. Плюс... Вот эта маска офигенная просто. Пересобранная маска Они. За эти свои текстуры. Так, дракон. Да, дракон реально классный. Мне нравится. И вот Они Лойд у нас выседает на троне. Дальше, что у нас ещё тут есть? Тёмная Асфира. Мистер И. Да, слов просто нет. И классный Пайтер. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Смотрите мои другие видео, смотрите мой сериал. Также пишите комментарии, ваше мнение о этой линейке. И ждите, что возможно я смогу когда-нибудь сделать обзор на эти наборы. Да. А с вами был Скеттла. Всем пока!